Здравствуйте, уважаемые садоводы! С вами Сергей Проходский. Сегодня мы с вами поговорим про декоративные растения. Зима – отличное время для того, чтобы заниматься планированием, думать, какое растение посадить в сад, какое добавить, чего не хватает в саду. Но, конечно же, вы знаете, что хвойные и, в принципе, вечно зеленые растения, они создают тот каркас, который необходим многим садам. Вы там посадили, и у вас и зимой, и летом, как эта ель, например, одним цветом. Но тема сегодняшней нашей встречи – это самые такие топ-популярные растения, самые-самые, с моей точки зрения, классные хвойные растения. Но мы сегодня отойдем немного от классических хвойных, например, от тех голубых елей, которые бесспорно ценные породы, или, допустим, различных туис, марагдов, колумн, которые всем известны и очень популярны. Но мы немножко отодвинем это на второй план. Будем знать и помнить про то, что они имеют место в саду. Но поговорим немножко про то, что, может быть, иногда чего не хватает, или чем можно сад обогатить еще. Все растения мы разделим условно на несколько групп. Во-первых, поговорим о том, что в саду могут быть вертикали. В частности, вот у меня веточка можжевельника скального. Вертикальные можжевельники – это, прежде всего, можжевельник скальный, сорта Blue Arrow и Skyrocket. Чем они интересны? Они создают хороший каркас сада в виде четкого ритма вертикального, но в то же время, в отличие от других можжевельников, например, сортов обыкновенного, как хиберника и близких к нему, они не загущаются внутри. То есть крона остается достаточно рыхлой, эти можжевельники гораздо меньше болеют и длительное время радуют сад. Поэтому среди вертикалей из хвойных советую обратить внимание именно на них. Если к тому же вы добавите немножко стрижки и будете эти можжевельники формировать немного по форме кроны, подрезая концы и формируя конус, который характерен и для Blue Arrow, и для Skyrocket, то вы в то же время добавите им жесткости, и они у вас не будут разваливаться даже в такие снежные зимы, как в этом году. Далее, кроме вертикальных растений, я бы обратил внимание на следующую группу так называемых подушковидных или даже кустарниковых хвойных растений. И здесь на первое место я бы выделил горные сосны. Как сама по себе вид, сосна горная существует в природе, вырастает там до 6-8 метров в высоту. Но для небольших садовых участков подходят ее декоративные сорта. Наверняка вы уже слышали что-то про сорт Gnom или, может быть, про модификацию Moogus. Обратите на них внимание. Это те породы, которые в рамках 5, 6, 10, 15 соток как раз-таки то, что надо. Небольшие по размерам, они достойно займут место в хвойных композициях, ракариях, посадках на переднем плане. Почему еще я обращаю на них внимание? Потому что они обладают несравненной устойчивостью в сравнении, допустим, с теми же сортами туи западной, к примеру, той же Danica или Globosa, которые тоже имеют место быть. Но эти вариации неприхотливы. Они солнцелюбивы, в то же время очень засухоустойчивы. И очень часто посадка их сопровождается в саду с тем, что в дальнейшем за ними не осуществляется уход в принципе. Потому как они и мало подвержены воздействию различных болезней. Как, допустим, характерно для хвойных болезней типа шутте. Поэтому сосна горная и ее декоративные сорта, которые вы можете подобрать по высоте, в зависимости от того, сколько места у вас есть в саду, на мой взгляд, занимает определенную нишу для вот таких вот самых-самых требовательных растений. Следующая группа, на которую я обратил бы внимание, среди хвойных, и где можно выделить очень популярные растения, это стелющиеся. Почему? Очень часто в саду остается нижний ярус, нижний слой голым. У нас начинают там расти сорняки, забивать, соответственно, это нижнее пространство, добавляется уход, который не всегда, соответственно, возможно провести. Понятное дело, что есть еще плодовый сад, есть огород, и уделять много внимания цветникам, декоративным посадкам не всегда есть время. В природе так и получается, что нижний слой, или живой напочвенный покров, или подлесок в лесу должен быть чем-то занят. И если вы его не займете кустарниками или, допустим, цветочными растениями, значит природа сайма займет этот слой сорняками. А вот если вы обратите внимание на группу хвойных стелющихся растений, на первом месте среди которых я бы выделил стелющиеся можжевельники, это прежде всего можжевельник горизонтальный, например, сорта там Вильтона или Блю Форест, который чуть-чуть повыше предыдущего сорта. Вот они отлично разрастаются по плоскости, и отдельный кустарник, допустим, сорта Вильтони, может занимать несколько метров в диаметре. То есть вы создаете ровный покров, хвойный, вечно зеленый, который к тому же достаточно устойчив в условиях средней полосы, избавляетесь практически от прополки, но и внешний вид декоративный, естественно, на уровне, он повышается. Поэтому если у вас есть места, которые в нижнем ярусе не заполнены, подумайте, не обязательно, может быть, там каждый год высаживать однолетние цветы или даже те же многолетники, может где-то есть смысл заменить их на вечно зеленые растения. Кроме этого, если у вас есть достаточно места и найдется где-то кусочек территорий для более крупного растения, помните про среднерослые хвойные породы. Допустим, вот та же сосна обыкновенная имеет сорт широко и давно известный Ватерера с сизоватой хвоей, очень приятный по внешнему виду, но не вырастающий, как стандартная классическая сосна в лесу на 20-30 метров в высоту. В нормальных условиях этот сорт высотой 6-8-10 метров, а если вы будете немного регулировать его стрижкой-обрезкой, она, наоборот, станет более плотной, пышной, компактной и будет радовать вас и насытит ваш участок таким сине-голубоватым оттенком. Если же, наоборот, хочется зелени, причем такой яркой, насыщенной, может быть, даже изумрудной, то в противовес тем вот сортовым туям, о которых я уже говорил в начале, как смарагд, который обладает такой насыщенной зеленью, попробуйте сосну черную. Если вы с ней еще не знакомы, обратите на нее внимание. В средней полосе растет и чувствует себя достаточно хорошо дерево, которое отличается тоже компактными размерами. 6-8-10, иногда до 12 метров высотой, если мы будем по климату спускаться южнее, но будет обладать гораздо плотным охвоением темно-зеленой хвои, прям изумрудного цвета, так же, как вот у туи смарагд, и плотностью и пышностью. Даже без обрезки у вас будет такая сосна, как будто с картинки. Если, наоборот, места, допустим, недостаточно, посмотрите ее колоновидные сорта, например, орегон грин. В любом случае, хотел бы обратить внимание, что среди хвойных есть очень достойные экземпляры, некоторые из которых используются уже достаточно давно, другие только в последние годы, но которые обладают определенным очень высоким уровнем устойчивости. Это те сорта, про которые мы сегодня с вами говорили, за которыми будет минимальный уход, но декоративность они раскроют в любом случае по максимуму и приукрасят ваш сад. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова